Жизнь людей значительно изменилась, когда мы научились применять для исследования оптические приборы. Со времен, когда Галилео Галилей направил первую зрительную трубу с трехкратным увеличением на Луну, прошло 410 лет. А с момента запуска первой космической обсерватории Хаббл всего 29. Сегодня расстояние до края видимой Вселенной равняется примерно 14 миллиардам парсек, и это можно назвать только началом наших исследований. Следующим этапом будут межпланетные станции. Самые известные из них, такие как Вояджеры или Новые Горизонты, сегодня знает весь мир. Но в их числе есть и свои ветераны. Одним из них можно назвать автоматическую межпланетную станцию Кассини, которая начала свою миссию в далеком 1997 году и закончила ее совсем недавно. Какие открытия принес нам этот аппарат? И что он увидел за время своей 20-летней исторической миссии? Совсем недавно такие проекты, как Кассини, казались нам фантастикой, но сегодня мир развивается семимильными шагами, что даже самые смелые идеи становятся реальностью. Из-за такой высокой скорости развития технологий современному человеку трудно определиться с профессией, и именно поэтому я хочу рассказать вам про Скиллбокс. Скиллбокс – это онлайн-университет, в котором каждый может найти профессию по душе в одних из самых актуальных на данный момент направлениях. Прямо сейчас в Скиллбокс проходит бесплатный марафон по трем профессиям – веб-дизайн, интернет-маркетинг и программирование. Вас ждет знакомство с экспертами из Facebook, Ozone, Pigma и других компаний. Разговоры о диджитал-трендах на примере истории кейсов из практики. Марафон бесплатный, но доступен по регистрации. А ссылку я оставлю в описании. Изначально основной целью проекта «Кассини» было исследование Сатурна и его спутников, а также доставка на Титан спускаемого зонда «Гюйгенс». Этот проект был осуществлен совместными усилиями нескольких организаций, таких как НАСА, ЕК, Итальянское космическое агентство и других. Всего в проекте было задействовано около 260 ученых из 17 стран мира. Спускаемый зонд «Гюйгенс» был создан Европейским космическим агентством. Агрегатный отсек станции изготовлен специалистами фирмы Lockheed Martin, а управление полетом осуществляло одно из подразделений НАСА. Изначальный вес станции составил 5 тонн 710 килограммов, высота 6,7 метра, а ширина 4 метра. Внушительный вес станции включал в себя 320-килограммовый зонд, научные приборы весом в 336 килограммов и 3 тонны 310 килограммов топлива. Источником энергии станции были радиоизотопные термоэлектрические генераторы, которые использовали топливо на основе радиоактивного плутония-238. Также на борту Кассини имелось 12 научных инструментов, например, масс-спектрометр, ультрафиолетовый радар, магнитометр и многие другие. Запуск межпланетной станции произошел 15 октября 1997 года на мысе Канаверал. Для того, чтобы набрать необходимую скорость, аппарат изначально направился в противоположном от Сатурна направлении и два раза пролетел рядом с Венерой. Затем в августе 1999 года со скоростью 69 тысяч километров в час Кассини прошел около Земли. Параллельно протестировав свои фотокамеры и сделав роскошный портрет нашего спутника. Далее его ждала самая большая планета Солнечной системы Юпитер, мимо которой аппарат пролетел 30 декабря 2000 года. Кассини удалось сделать большое количество снимков этой планеты, а также заснять несколько ее спутников, получив при этом немало научных данных, в том числе и о циркуляции атмосферы Юпитера. Уже 30 июня 2004 года станция прибыла к Сатурну и достигла конечной точки своего пути, став первым искусственным спутником этой планеты. Его орбитальная скорость составила 15 километров в секунду. Следующий шаг должен был совершить зонд Гюйгенс, который Кассини нес на борту. Еще до выхода станции на орбиту Сатурна 25 декабря 2004 года Гюйгенс отсоединился и начал свой медленный путь к поверхности Титана. 14 января 2005 года спускаемый аппарат вошел в атмосферу загадочного спутника, а спустя два с половиной часа опустился на его твердую поверхность. В течение следующих 72 минут Кассини принимал сигнал из аппарата, который находился на поверхности Титана, и прислал на Землю 350 изображений. Благодаря полученным данным выяснилось, что на Титане не только есть реки и озера, но также имеется окатанная углеводородная галька и метановые облака. Дальнейшее изучение этого спутника взял на себя Кассини. За 13 лет он совершил более сотни пролетов мимо крупнейшего спутника Сатурна и сделал огромное количество открытий. Самое интересное из них заключалось в том, что в озерах Титана возникают и исчезают острова. Правда, точный механизм этого явления нам еще предстоит выяснить. За время работы Кассини земные астрономы открыли 7 новых спутников Сатурна с помощью присылаемых им снимков. Причем первые открытия были сделаны еще на подлете. Новые луны Сатурна получили названия Полена, Полидевк и Метона. А за время пребывания Кассини на орбите Сатурна были открыты Дафнис, Анфа, Эгион и интереснейший спутник С2009-С1, который еще не получил своего имени. Этот спутник является самым близким к своей планете. Если же говорить о самых эффектных открытиях Кассини, можно выделить два удивительных явления. А именно полярное сияние в атмосфере Сатурна и удивительный шестиугольный вихрь с красным ураганом внутри. Вскоре после того, как Кассини обнаружил этот загадочный гексагон, астрономы зафиксировали еще одно необъяснимое свойство вихря, которое заключалось в том, что с годами он меняет свой цвет. Площадь этого урагана в 50 раз превышает площадь среднестатистического урагана на Земле. Следующей целью для исследований были кольца Сатурна. Причем некоторые из них, например, дугу Анте или кольцо Поляне, обнаружил сам Кассини. В ходе своих наблюдений аппарат открыл и множество мелких деталей, например, то, как за кольцами следят спутники-пастухи вроде Дафниса и как на них намораживается ледяной пояс. Также благодаря миссии Кассини нам стало известно, что под поверхностью Энцелада, как и под поверхностью некоторых спутников Юпитера, есть водный океан, который, возможно, имеет правильный химический состав, необходимый для жизни. Но в отличие от Европы и Ганимеда, океан Энцелада доступен нам для изучения. Кассини неоднократно пролетал сквозь его гейзеры, и полученные им данные уже вскоре будут использованы при создании приборов для новой миссии к Европа Клиппер. За 13 лет, которые Кассини провел на орбите Сатурна, он получил 635 гигабайт данных и почти полмиллиона снимков. До момента отправки этой станции ученым было известно о существовании 18 спутников Сатурна. В течение 7 лет, пока Кассини был в пути, исследователи открыли еще 13. А за время работы станции ученые обнаружили еще 22 спутника, 7 из которых были открыты именно благодаря снимкам Кассини. Сегодня нам известно о 82 спутниках этой планеты, 20 из которых были открыты совсем недавно. Это делает Сатурн планетой с самым большим количеством спутников в Солнечной системе. Напоследок Кассини обнаружил еще одно удивительное явление – пустое место между кольцами Сатурна. Перед кульминацией своей миссии станция заняла положение между кольцами и вместо ожидаемых пылевых завихрений Кассини обнаружил только абсолютно пустое пространство. Судьба Кассини решилась в мае 2017 года. Из-за того, что топлива оставалось очень мало, дальнейшая работа станции на орбите стала невозможной. Руководство миссии рассматривало 19 вариантов развития судьбы зонда. В частности, предлагалось вывести его на орбиту вокруг Солнца или на орбиту вокруг одного из спутников Сатурна. Но в итоге было принято решение сжечь Кассини в атмосфере газового гиганта. С помощью этого решения предполагалось обезопасить спутники Сатурна от возможного биологического загрязнения. 22 апреля 2017 года Кассини выполнил маневр около Титана и оказался в промежутке между Сатурном и его ближайшим кольцом. Станция продолжала делать снимки до последнего момента. И вот как выглядел кадр, который Кассини прислал на Землю последним. Входя в атмосферу планеты, аппарат направил свою антенну на Землю и начал передавать данные о составе сатурнянской атмосферы. А вскоре после того, как связь с зондом была потеряна, он сгорел в плотных слоях атмосферы Сатурна. Хотя миссия Кассини не была такой яркой, как миссия на Марсе, она оказалась очень полезной для современной астрономии. Каждый месяц зонд отправлял на Землю по-настоящему уникальное изображение, благодаря чему многие начинающие астрономы построили свои карьеры на базе этих данных. Результат этой миссии действительно превзошел все ожидания. Ведь сегодня мы можем смело говорить о существующей возможности обнаружения жизни на спутниках Сатурна. Возможно, уже скоро мы узнаем об этих открытиях, и тогда можно будет сразу сказать, кого за это нужно благодарить. Субтитры создавал DimaTorzok